В Омске почтили память героя Советского Союза Николая Чепика. 188 человек из 27 регионов России встретились на традиционном 20-м Кубке Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою. Старший сержант Николай Чепик погиб в 1980 году при выполнении интернационального долга в Афганистане. За мужество и героизм Николаю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Юбилейный мемориал Чепика прошел в спорткомплексе «Юность». Лучших выявляли в семи весовых категориях. Сегодня руководство вооруженности и руководство ВДВ действительно заявили о том, что вполне реально и провести международный турнир, потому что 20 лет в Омске проходит этот памятный турнир, который собирает сильнейших бойцов армии, нашей ВДВ. Поэтому приехали в наши округа военные, наши ребята, клубы, которые занимаются Федерацией армейского рукопашного боя, которые работают на территории России. Я думаю, что по уровню проведения, по состоянию мы готовы проводить и международный турнир Омск. Тем более проводят в этом году, мы уже провели и международный турнир Тищенко, олимпийского чемпиона, и международный сибирский марафон. Поэтому Омск и Старшицын, а сибирский регион, он готов проводить соревнования. Мы, наверное, не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством. То есть важнее не то, сколько здесь участников. Традиционно мы здесь набираем по 30 команд, также и в этот раз у нас 29 команд. А смысл именно в том, что с каждым годом все качественно и некачественно приезжают спортсмены. То есть уже нету таких поединков, как было раньше, когда приезжали неподготовленные люди. То есть уже армейский рукопашный бой вошел в систему подготовки тех же военно-патриотических клубов, потому что все спортсмены берутся в основном из этой плеяды, из военно-патриотических клубов. И спортсмены показывают, что они уже достигли очень высокого уровня. Два дня спортсмены-рукопашники выявляли сильнейших. Многие признавались, победа здесь, на мемориале Чепика, дается нелегко. Очень даже престижно. Наши части готовились к этому, подходили. Вообще даже неплохо. Ну, вроде подготовились. Видно будет дальше. В командном зачете команда 242-го учебного центра ВДВ заняла второе место. Первыми стали бойцы Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. Третьими их земляки-рукопашники команды Западного военного округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова